Дорога сделала, здесь невозможно заходить даже дорогу. Ну вот действительно, прям настолько часто происходит? Вчера была авария. И сегодня? Вчера и вчера. После того, как асфальт на перекрестке впервые за долгие годы стал ровным, говорят местные жители, скорость и машин серьезно возросли, и количество ДТП, соответственно, тоже. Потому практически в каждом случае не обходится без пострадавших. На этот раз травмы получили трое. Кто здесь в машине-то был? Сыной. Ну что, он настолько серьезно неизвестно? Обошлось, что ли, более-менее? Сотряси, не маленький. А сын сколько лет? 88-го года. А он один был с пассажирами, нет? Женой, сыном. Ребенок сидел в детском кресле и потому отделался синяками и испугом. Его мама пострадала сильнее. Врачи на всякий случай госпитализировали всех, поскольку удар, а грузовик был сильным, и, возможно, были скрытые травмы. Там кто пострадал-то? Ребенок был. Время, чем два. А насколько серьезно там непонятно? Ну, увезли, а скоро я так. Ну, вы подходили, наверное, смотрели. Сходил, да. Ну, и что там? Как они себя чувствуют? Нормально. Водитель грузовика больше был озабочен состоянием своей машины, нежели состоянием тех, кто сидел в легковушке. Впрочем, его вины в случившемся нет. Молодой человек за рулем девятки проглядел знак «уступи дорогу» и сам въехал в фуру. Так что вся ответственность за случившееся лежит на нем. Дина Русманов, Игорь Бызов. Эфир 24.